Добрый вечер! С новостями к этому часу вас готовы познакомить корреспонденты ОРТ Планета в студии Оксана Боричева. Коротко о темах выпуска. Миссия выполнима. Делегация Приволжского округа отправилась в Китай, чтобы встретиться с потенциальными инвесторами. Результаты экзаменов, как сдают ЕГЭ выпускники и почему так долго проверяют работы девятиклассников. Остается под домашним арестом. Слушание о заказном убийстве, на котором рассматривается апелляция Виктора и Аниде, опять переносится. Спасаясь от пробок, дороги по проезду Северному все-таки быть. В Оренбурге прошла презентация нового строительного объекта. Рейд по дачам. Игнорируют ли оренбуржцы противопожарный режим? Феромонные ловушки. Почему Россельхознадзор опасается распространения опасных насекомых и снимает их на видео? Выпуск. Начинаем сообщение от Оренбургского гидрометцентра. В ближайшие часы местами по области ожидается гроза и усиление ветра. В региональном МЧС рекомендуют ограничить выход на улицу под особый контроль взять детей, не оставлять их без присмотра. О том, какая погода установится в Оренбурге в ближайшие дни, расскажем во второй части нашей программы. Сейчас к официальной хронике. Губернатор Юрий Берг в составе делегации Приволжского федерального округа отправился в Китай, где состоится второе заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате Волга-Янзы. Глава региона планирует провести ряд переговоров с китайскими компаниями, потенциальными инвесторами. Заседание Совета является ключевым ежегодным мероприятием Приволжского федерального округа, направленным на выполнение поручения президента России по укреплению связи между регионами страны и Китаем. С российской стороны в работе Совета принимают участие представители МИД, Минэкономразвития, Минкультуры России, Ростуризма, а также высшие должностные лица субъекта Федерации округа. Юрий Берг примет участие в закрытии российско-китайского молодежного форума Волга-Янзы, который проходит в городах Хэфэй и Хуаньшань. Молодежь Оренбуржья на форуме представляют 10 студентов высших учебных заведений области. В эти дни оренбургские студенты отстаивают честь области и на другом форуме. Сегодня состоялось торжественное отправление наших ребят в Самарскую область. Там проходит ежегодный молодежный форум Иволга, который лично курирует полпредпрезидента Михаил Бабич. Оренбургский регион представляет 150 инициативных студентов и каждый со своим проектом. Вместе с первыми лицами области ребят провожали наши корреспонденты. В 7 часов утра площадь у памятника Ленину довольно оживлена. Студенческая молодежь в предвкушении поездки на образовательный форум. В этом году Иволга пройдет в живописном месте на Мострюковских озерах. Оренбургская делегация настроена решительно. Я еду с проектом ДОК-онлайн. Это проект от детской областной газеты Федерации детских организаций. Он направлен на то, что наша газета не стоит на месте. Мы развиваем газету и выходим из рамок просто печатного издания. Теперь снимаем свои ролики. 14 регионов и 2000 участников. География пятого юбилейного фестиваля расширяется. В этом году студенты не только Приволжского федерального округа. Но и ожидаются делегации из Китая, Франции, Сербии, Греции, Индии и многих-многих-многих еще стран. Практически более 15 стран, делегации более 15 стран примут участие в этом молодежном форуме. От Оренбуржия полторы сотни студентов. Активность молодежи и желание участвовать увеличили квоту на 19 человек. «Конкурс для того, чтобы поехать на вот этот конкурс, куда вы едете, на Иволгу, был 9 человек на место. В 9 раз больше желающих было, чем есть квота, чем есть возможность послать вас туда». Год экологии в России – главная тема Иволги-2017. Грантовый фонд – 8 миллионов рублей. В Оренбурге уже через 10 дней ждут триумфального возвращения нашей делегации. Анна Данилова, Валерия Жукова, Роман Боричев. Новости дня. И еще об Оренбургской молодежи. В области объявлены результаты сдачи информатики, географии и математики базового уровня. Школьники 11 классов улучшили показатели прошлогоднего выпуска по ряду дисциплин. Как мы уже рассказывали, в ЕГЭ по математике базового уровня в этом году приняли участие 5683 человека. Наивысший результат получили 3193 выпускника. Это почти 56%. Экзамен по географии в Оренбурге сдавали 92 человека. Средний балл вырос на 2 и составляет 67. Все участники экзамена в регионе преодолели минимальный порог. Информатику сдавали 235 оренбургских выпускников. Средний балл составил 67. В прошлом году был 64. Не преодолели минимальный порог три выпускника. А максимальные 100 баллов по информатике получили 5 выпускников школ области. 4 из Оренбурга и 1 из Новотроицка. Между тем, результатов выпускных экзаменов уже несколько дней подряд ждут 9 классники. Первые данные должны были появиться еще 9 июня. Затем в Орске и Новотроицке заговорили о более поздних сроках предоставления сведений о сдаче экзаменов. Соцсети переполнены отзывами родителей. Они обеспокоены этой ситуацией, потому что переживают, что у детей не хватит времени, предусмотренного законодательством, чтобы подать апелляцию. Пока точной даты, когда все-таки будут известны результаты экзаменов, у девятиклассников нет. Сегодня нашим корреспондентам пояснили этот вопрос в региональном Минобре. Сегодня утром часть результатов ушла в муниципалитеты в 9 утра. Вторая часть ушла буквально за 5 минут до вашего прихода. И связано это с тем, что в этом году, во-первых, закуплено новое оборудование, к которому специалисты сами должны привыкнуть. Кроме этого, обработка результатов материалов девятиклассников проводится в 8 межсерриториальных пунктах. И таким образом обработка результатов приближается максимально к тому, что мы видим на едином государственном экзамене. Понятно, что процедура единого государственного экзамена обкатана уже за столько лет. Процедура основного государственного экзамена в этом году в обработке абсолютно новая. Но график мы выдерживаем, он не нарушается. В министерстве пояснили, что апелляционные процедуры возможно провести в течение двух дней со дня официального опубликования результатов экзаменов. Познакомиться с ними девятиклассники смогут исключительно в своих школах. В преддверии дня медицинского работника, отмечаться который будет в этом году, 18 июня, в областном центре назвали имена лауреатов ежегодной губернаторской премии «Достоинство и милосердие». На мероприятие съехались около 700 представителей здравоохранения со всего региона. Лучшие медработники всего Оренбуржия в одном зале. Сегодня они сменили белые халаты на вечерние наряды и строгие костюмы. В честь профессионального праздника им вручают почетные губернаторские премии. И не раз со сцены звучат слова благодарности за спасенные жизни и помощь в борьбе с недугами. Спасибо вам за преданность самой гуманной профессии. Конечно же, особые слова благодарности нашим ветеранам медицины. Педиатры, терапевты, хирурги и офтальмологи лучшими назвали врачей в десяти номинациях из разных уголков региона. За спасение и сохранение жизни человека за премии на сцену поднимается целая бригада в составе пяти человек из Александровской районы больницы. Именно они на операционном столе в течение семи часов боролись за жизнь женщины и ее дочери, которые после сторы сожителем получили ножевые ранения. Это был выходной день, нерабочее время. Дежурный у нас врач только один. Но мы быстро собрались, операционные сестры, анестезиологи. Потом ребята молодые подтянулись, начали помогать. Вот на двух столах мы оперировали этих женщин и спасли. Как отметили на церемонии, без человеческих рук даже самая современная техника – пустая машина. В Оренбурге по-прежнему не хватает квалифицированных кадров, особенно на селе. По мнению самих лауреатов губернаторской премии, эта награда – признание их труда. Я желаю крепкого здоровья всем медицинским работникам. Желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и долгих-долгих лет жизни. Наш следующий сюжет о враче, который служит здравоохранению уже 55 лет. Именно столько Вера Васильевна Царькова работает офтальмологом. За полувековой путь медицина шагнула далеко вперед. Омрачает лишь одно, говорит медик со стажем. Количество оренбуржцев, страдающих патологией зрения, меньше не становится. В преддверии дня медицинского работника наши корреспонденты попали в поле зрения офтальмолога и узнали от окулиста, как же уберечь свои глаза. Каждый день она смотрит своим пациентам прямо в душу. Сколько за полувековой опыт работы осмотрела пар глаз, Вера Васильевна не считала. Свои 79 лет она на привычном рабочем месте. Вспоминает, как тяжело было в начале. Набираться опыта приходилось в Ташлинской районной больнице. Именно туда, после института, она попала по распределению. Мне повезло. Хоть это была и участковая больница, но у нас было два врача. Он тоже выпускник этого же года, 61-го года Ростовского института. И мы вдвоем проработали три года. Она каждому помогает смотреть на мир широко открытыми глазами. Ежедневно ей приходится консультировать почти три десятка пациентов со всех отделений первообластной больницы. Патологии, отслойки сетчатки, новообразование. Узнать, что скрывают глаза напротив, опытному медику помогает современная аппаратура. Сейчас, благодаря новым методам обследования, распознать болезнь можно на начальном этапе. Но вместе с тем, говорит врач-офтальмолог, сейчас нагрузка на врачей возросла в разы. Возможности офтальмологии теперь больше, чем в те годы, когда я начинала. Внедряются новые технологии, совершенствуются аппаратуры, совершенствуются оперативные вмешательства, медикаментозные терапии. Все, конечно, шагнуло далеко вперед. Чрезмерные нагрузки, увлечение гаджетами – все это причиной снижения остроты зрения современного человека. Эксклюзивно для оренбуржцев врач-офтальмолог с полувековым стажем дают совет, что сделать, чтобы зеркало вашей души не оказалось в опасности. Зрение нужно беречь с детства, соблюдать зрительный режим, не увлекаться вот этими новыми смартфонами и компьютерами. Все это должно быть в меру. И при наличии каких-то зрительных расстройств немедленно обращаться к окулисту. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. Рассмотрение апелляции по делу Ионидии в очередной раз отложили. Напомним, это уже второе по счету слушания в областном суде. И пока дальше ходатайств, дело не продвинулось. В начале Борис Лушников, предполагаемый подельник Ионидии, высказал желание изучить протокол судебного заседания Ленинского суда. На втором слушании его защитник заявил, в суд первой инстанции была направлена жалоба. В протоколе имеется ряд положений, с которыми Лушников не согласен. Он не согласен с тем, что не все его замечания были удовлетворены, поскольку ряд недостатков также протокол содержит и того, как записаны показания свидетелей. Официальное заявление в Ленинский суд было направлено с нарушением сроков. Это отметил и гособвинитель. Он настаивал на необходимости рассматривания дела, однако коллегия в очередной раз перенесла слушание. Напомним, сейчас Виктор Ионидий и Борис Лушников находятся под домашним арестом. В марте экс-депутата Законодательного собрания области и его пособника приговорили к 9,5 и 8 годам и 2 месяцам строгого режима. В колонию подсудимый отправится только если решение суда вступит в законную силу, например, после постановления областного суда. И сегодня состоялось первое судебное заседание в громком деле о вымогательстве. Его главный фигурант – заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Оренбургской области Дмитрий Красильников. По версии следствия, его соучастник – бывший сотрудник одного из отделов ОМВД, а ныне – оренбургский коммерсант Александр Бурковский. Обвиняемые пообещали застройщику решить вопрос со скандальной стройкой Ночкалова. Цена вопроса – 5 миллионов рублей. Их адвокаты настаивали о проведении заседания в закрытом режиме. Страна защиты уверяла, что в деле находятся документы, которые содержат государственную тайну. Они были обнаружены при обыске в доме Бурковского. Однако по решению суда средства массовой информации смогли остаться в зале. По иронии судьбы, согласно официальной версии следствия, о запрете на строительство многоэтажного дома Ночкалова обвиняемый узнал именно из СМИ. При этом Бурковский, аргументируя Митяевой свои возможности, сообщил известные ему и средства массовой информации, и собственного практического опыта сведения о значительном размере арендных платежей, о жалобах жителей близлежащих домов, об изменении проекта зданий и уменьшении этажности с 18 этажей до 14, а также о вступлении с 1 января 2017 года в силу изменений с гнастой в древом строительстве. По версии следствия, самостоятельно справиться с преступной схемой Бурковский не смог. Тогда он якобы привлек в дело полковника полиции Александра Красильникова. Предположительно, за это Бурковский пообещал заплатить 150 тысяч рублей. Большую часть суммы – 4 миллиона 750 тысяч рублей – обвиняемый якобы планировал оставить себе. О замысле подозреваемых правоохранительным органам стало известно от руководства строительной компании «Фокус». 21 января Бурковский был пойман с поличным. Его соучастника Красильникова удалось вычислить спустя два дня. Дело рассматривает суд Дзержинского района. Сегодня один из пострадавших не явился на слушание и заседание перенесено на 20 июня. Реклама на ОРТ «Планета» меньше чем через минуту. Мы снова в этой студии. Вот что вас ждет во второй части нашей программы. Спасаясь от пробок, дороги по проезду Северному все-таки быть. В Оренбурге прошла презентация нового строительного объекта. Рейд по дачам. Игнорируют ли оренбуржцы противопожарный режим? Феромонные ловушки. Почему Россельхознадзор опасается распространения опасных насекомых и снимает их на видео? Продолжаем выпуск. Более 20 пожаров и двое погибших. Это жертвы огненной стихии по области только за последнюю неделю. Причем, как подчеркивают сотрудники МЧС, пожароопасный сезон только набирает обороты. По смену дождям и заморозкам идет тепло. Основная угроза в это время, особенно на дачных участках и прилегающих территориях, сухостой и бытовой мусор и несрубленные сухие деревья. Ведут ли с ними борьбу оренбургские садоводы? Кто и как решает судьбу заброшенных участков? Ответы на эти вопросы наша съемочная бригада искала вместе с сотрудниками МЧС и лесного хозяйства. Весь хворост сложил вот сюда, в лес. На это тоже надо внимание обращать. А я обращаю. Этого спросила. Это не я. Подпись не поставили. Сухостой, обугленные остатки деревьев. Безмолвные свидетели крупного пожара семилетней давности. Садовое общество «Мир» почти на самом берегу Урала. В 2010-м огонь уничтожил здесь насаждение на 300 участках из пяти сотен. Дачные дома вспыхнули, как спички. Огонь тогда пришел со стороны Протопоповской рощи и моментально перекинулся на набережную. После этого природоохранная прокуратура выдала предписание. Берег нуждается в серьезной очистке. Именно здесь проходит граница между землями садового общества. Городской администрации и лесного хозяйства. Уже семь лет прошло с момента крупного пожара, но до сих пор мусор здесь не вывезен. А ведь именно он может стать причиной очередного крупного ЧП. Пока власти просто определяются, чья же это земля и кто за нее отвечает, некоторые дачники очищают свои участки сами. Правда, насколько это улучшает ситуацию в целом, вопрос спорный. Вот это территория Сантомир, а вот это вот, отсюда граница, это лесной фонд идет. Здесь наглядный пример, что садовод убирал свой участок, вырубал нежелательную растительность, то есть на участке, естественно, возобновился. И весь хворост со своего участка складировал в лесной фонд. Владельцу дачного участка за это грозит штраф до 3000 рублей, руководителю СНТ до 10 тысяч. Только вот камнем претновения на таких пограничных и спорных территориях становится проблема, как определить виновника, ведь куча сухих веток здесь нередко пополняет и бытовой мусор. Да многие приезжают, вот тут пляж купаться, вот даже Антонина Ивановна скажет, машины здесь ставят и идут купаться, и потом уезжают, пакеты стоят с мусором. Если одни приезжают сюда оставить мусор, то другие, наоборот, не появляются годами. Проблема заброшенных участков становится особенно актуальной с наступлением летней жары. Отсутствует механизм приема, как бороться с такими участками. Вот, к сожалению, каких-то практических действий. Ну, в этом году будем пробовать нарабатывать, как бы, изъятие. Хочу попробовать три участка, попробовать, вот, изъять. В федеральном 66-м прописано, что участки, которые, вот, как бы, три года не обрабатываются, не оплачиваются, они должны изыматься. В дачном массиве это самый сложный пожар, потому что дачные домики находятся рядом с друг другом. Теперь пожар опрокидывается друг на друга быстро, поэтому и тушить, соответственно, тяжело, и быстро распространяется. Ну, плюс еще лесной массив рядом, поэтому, как бы, я думаю, что люди, зная, что сейчас и штрафы поднялись, и то, что административная практика у нас, люди уже начинают понимать, что лучше убрать и обезопасить себя. Главное, в чем оказались единые спасатели и представители лесного хозяйства и само руководство СНТ, чтобы забота о природе и безопасности не ограничивалась пределами лишь собственного участка. Анна Фтюрина, Владислав Горбунов, Новости дня. Для многих оренбуржцев дачный сезон летом не ограничивается, и для тех, кто живет на участке круглогодично, меры противопожарной безопасности – это вопрос жизни. Защитить от потенциальной огневой угрозы себя и свой участок в первую очередь обязанность самих дачников. В этом уверена председатель правления Оренбургского городского некоммерческого союза садоводов Галина Дроздова. К сожалению, не хотят понять наши уважаемые садоводы, что необходимо расширить проезды на улицах, проходы, для того, чтобы техников, не дай бог, конечно, это случится, чтобы могла техника подъехать беспрепятственно. Ну, отодвиньтесь на полметра. С одной стороны, с другой – это уже целый метр будет. А это много. Это уже, скорее всего, решит проблему. Отдельный вопрос – это складирование мусора на территории, прилегающей к дачным массивам, особенно вблизи Лесополос. Нередко садоводы, расчищая собственную территорию, вывозят бытовой мусор и пожароопасные материалы, по сути, под нос своим соседям. А порой и на заброшенные участки, владельцы которых годами на них не появляются. В отношении колхозных паев, каких-то селькозугодий, там какие-то принимаются законодательные инициативы, а в отношении решения прав. Здесь ведь изъять – это лишить права собственности человека. А это, в общем-то, недопустимо в рамках даже Конституции. Изъять – мера крайняя, уверенная в союзе садоводов. Продуктивнее найти компромисс с собственником. Например, продать или сдать участок в аренду. В противном случае руководителю СНТ придется прибегнуть к рычагам административного наказания, чтобы в конечном счете заложниками безхозяйственности одного дачника не стали сотни. В Оренбурге проводят мониторинг фитосанитарной обстановки. А именно, специалисты выявляют вредителей растений, которые могут представлять угрозу будущему урожаю. Наиболее эффективный путь обнаружения – так называемые феромонные ловушки. Их в нашей области из федерального центра поступило порядка пяти тысяч. Где их будут устанавливать и что дает такой метод исследования насекомых – в репортаже Анны Золотухиной. Цветочный трипс, жук-усач, восточная плодожорка, капровый жук и еще сотни самых опасных вредителей способны уничтожить как саженцы, так и выращенный урожай, даже целый лес и огромные запасы хлеба. То есть неконтролируемое распространение вредных организмов может обернуться многомиллионным ущербом или экологической катастрофой. С целью не допустить незваных гостей на территорию нашей области специалисты ежегодно обследуют потенциально опасные места. Тепличные комплексы, дачные массивы, овощные рынки. Вот такие конструкции являются ловушками для насекомых. В них приманка, она выделяет особый запах, который привлекает самых разных вредителей. Сегодня инспектор Антон Леваев вывешивает ловушки в Оренбургском питомнике. Ведь здесь многие годы выращивают плодовые культуры, которые покупают и рядовые дачники, и целая организация. Поэтому очень важно, чтобы саженцы были ничем не заражены. Через неделю будет произведен съем клейкоосновы данной ловушки, в которую попадается определенное количество насекомых, которые будут переданы в лабораторию на исследование. Тысячи пойманных в ловушке насекомых везут в лабораторию. Именно здесь под мощным микроскопом определяют, является ли вредитель карантинным особо опасным. У нас область вообще-то такая засушливая, и бывает же резконтинентальный климат, а они любят более такие, у них должна температура, ну это вот как сказать, благоприятная для них. Да, мы выявляли на цветовых ловушках калифорнийского трипса. Этот случай произошел пять лет назад. В одном из тепличных хозяйств выращиваемые цветы были повреждены опасным вредителем. Всю продукцию пришлось уничтожить, а площади поставить на карантин. Они редко еще и при ввозе в страну выявляются зараженные овощи или цветы. И как это ни парадоксально, зачастую выгоднее просто уничтожить продукцию, чем обеззаразить ее. Здесь, как в медицине, важнее профилактика, чем лечение. Именно поэтому тысячи ловушек для вредителей продолжат устанавливать как на овощных базах, так и в местах хранения хлеба, на элеваторах, а также в лесничествах северо-западной зоны области. Это значительно удешевляет борьбу. Это такая же мера борьбы, но профилактическая, которая в дальнейшем позволяет оптимизировать затраты, сократить значительно в разы затраты на борьбу уже с выявленными карантинными объектами, если они получат массовое распространение. Использование феромонных ловушек дает не только правдивую картину о масштабах очагов вредителей, но с другой стороны, по результатам мониторинга, появляется возможность у аграриев сократить использование ядохимикатов до 70%, что является залогом получения экологического урожая. Анна Золотухина, Семен Воробьев. Новости дня. А теперь к не менее актуальной теме. Не превратятся ли улицы Оренбурга в улицы Венеции, как это случилось при сильном очередном ливне. Какой будет погода в конце рабочей недели и на предстоящие выходные, об этом нам рассказали в областном гидромедцентре. До конца недели Оренбуржи во власти малоподвижного атмосферного фронта. Облачность переменная и с прояснениями. Ветер в основном западный, от слабого до умеренного. Ночные температуры в четверг составят 12-17 градусов, в пятницу в это же время суток 14-19 со знаком плюс. А днем от 20 до 25 и на юго-востоке, им повезло больше всех, до 27-28 градусов. На субботу-воскресенье, значит, к нам подойдет уже холодная часть атмосферного фронта, поэтому температуры начнут несколько понижаться. Ветер поменяет свое направление на северо-западное 5-10 метров в секунду. Плюс 10-15 градусов ожидается ночью и 19-24 днем. Дождь и грозы будут до конца недели. Приближение жаркого лета пока не ощущается, однако температура воды уже успела прогреться до 19 градусов. Несмотря на протесты жителей нескольких многоэтажек, северный проезд будет построен и никаких отклонений от генплана не предусмотрено. Об этом сегодня на презентации проекта заявил глава департамента градостроительства и земельных отношений Сергей Бринев. Он также отметил, что строительство дороги никак не нарушит комфортность проживания людей из ближайших домов. Подробнее расскажут мои коллеги. 300 миллионов рублей – шестиполосное дорожное полотно протяженностью 2,8 километра. Это сравнительно небольшой участок северного проезда должен стать настоящим спасением для жителей 16, 17, 19 и 20 микрорайонов. Сейчас людям приходится проводить часы в пробках. Проектом предусмотрено оборудование пешеходных переходов, остановочных павильонов, подземной ливневой канализации. Данная программа жилища подразумевает развитие инфраструктуры города. То есть это и дорог, это возможных инженерных коммуникаций, строительство объектов, социального назначения к вновь строящимся микрорайонам. То есть то, что у нас есть – это северо-восточный жилой район, который быстро, активно и развивается. Дорогу город ждал много лет, но, как выяснилось, не все оказались рады тому, что средства на строительство все-таки поступили. Несмотря на то, что объект впервые появился на генплане аж в 1985 году, жители нескольких домов, вблизи которых пройдет магистраль, запротестовали. Изначально причиной конфликта интересов стала поросль. Ее придется вырубить. Потом возмутило расстояние дороги от жилого сектора. По мнению активистов, оно якобы нарушает нормы. В администрации располагают иными данными. Минимальное расстояние от жилья – это 25 метров. Это абсолютно нормальное среднее рядовое расстояние. У нас советская застройка типовая – 15-20 метров. Самая большая по северо-востоку – это 30 метров на улице Солмышской. Поэтому здесь с точки зрения комфортности проживания все будет абсолютно нормально. Проект поддерживают сегодня автомобилисты города, организаторы пассажирских перевозок, общественности, эксперты в сфере транспорта и экологии. Да и жители молодых микрорайонов, кому дорога все-таки нужна, значительно больше. Что касается лесополосы, деревья вырубят только там, где их и быть не должно – на территории тепла и электросетей. Лесопарковую зону, которая уже много лет состоит в таком статусе на кадастровом учете, не только обещают сохранить, но и благоустроить. Кроме этого, от шума и выхлопов новой трассы жилые дома будут защищать несколько рядов посаженных деревьев. Средства, выделенные Минстроительство Северного проезда, будут освоены до конца года. Анна Данилова, Виктор Яковлев, Новости дня. Теперь о тех, для кого все лето – это праздник. В детских лагерях сейчас самый разгар сезона. У оренбургских ребят есть уже полюбившиеся места отдыха, а есть новые лагеря, которые только набирают популярность. Наш следующий сюжет о молодом детском лагере. Чем они отличаются от конкурентов и какими способами развлекают детей – расскажем прямо сейчас. На берегу Урала, всего в четырех километрах от центра города, расположились березки. Это круглогодичный лагерь. И пять лет назад обновленная территория приняла своих главных гостей – мальчишек и девчонок со всех уголков области. А уже сегодня отмечают талант своих воспитанников и поощряют профессионалов дела. За это время было много сделано, были отремонтированы корпуса, была обновлена инфраструктура, разработаны интересные досуговые мероприятия, различные шоу. И все эти условия, конечно, для ребят и их комфортного пребывания. Так Юля почти каждое лето, вот уже четыре года, между отдыхом на море и местным лагерем предпочитает березки. Говорит, здесь все родное, поэтому домой привозят багаж положительных эмоций. Мы в основном общаемся в социальных сетях, а когда захотим прям сильно встретиться, конечно же, ходим в кино и так далее, гуляем. Очень скучаем, потому что безумно привязываемся за 21 день. Здесь новые подходы к организации детского отдыха, а задача команды – помочь ребенку развиться творчески и раскрыть новые грани. За пять лет лагерь «Березки» из простого лагеря превратился в один из самых лучших лагерей Оренбургской области. Валерия Жукова, Игорь Бероев. Новости дня. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова